В эфире «Классный час свободы. Образование и общество». Веду программу я, Тамара Леленкова. Сегодня у нас открытый урок, и поскольку наступило время долгожданных каникул, мы поговорим о внеклассной литературе, а именно о детективах как жанре и о конкретных произведениях. Роман «Дознаватель», признанный лучшим постсоветским детективом, по мнению жюри премии «Инспектор Нос», представит его автор Маргарита Хемлин. О романе «20-е рапсодии листа», также номинировавшемся на эту премию, расскажут соавторы Виталий Бабенко и Даниэль Клугер. Он с нами по скайпу, поскольку живет в Израиле. Вопросы читателей сегодня задают ученицы 11 класса лицея Воробьевы Горы Валентида Солодникова и ученики 10 класса лицея Вернадского – это Мария Козырева и Глеб Прожков. Виталий Бабенко, поскольку он преподает в Институте журналистики и литературного творчества много лет, ведет мастер-класс «Фантастика и детектив», сделал небольшое вступление, что такое детектив, как жанр, он складывался, есть какие-то к нему критерии применимые обязательно, или это такой жанр, который может гулять туда-сюда. Виталий, пожалуйста. Здравствуйте. Сначала я прицеплюсь к слову «жанр». Я детектив и не называю жанром. Для меня детектив – это огромная область литературы, очень широкая, в которой вмещает в себя очень много жанров. Эта область имеет свои традиции и своих нарушителей традиций, как все это полагается. И история этого искусства детектива, я про искусство говорю сейчас, она очень давняя, потому что элементы того, что мы называем детективом, можно найти в античной литературе, можно найти в средневековой литературе. Есть замечательные арабские сказки, построенные на расследовании преступлений, и там все как положено по канонам детектива – преступления, расследования, нахождения преступника и наказания. Есть средневековая несказочная литература, и, наконец, XIX век, когда все-таки родился тот детектив, который мы называем по традиции детективом, и дальше уже история детектива понеслась вскач, потому что весь XIX век – это бурное развитие детектива, а весь XX век и XXI уже, 14 лет прошло, это мощное наполнение этого пространства детективного, разнообразными произведителями, которые отличаются друг от друга и в смысле жанра, и в смысле подхода, и в смысле метода, и в смысле героев, и так далее. То есть на эту тему можно говорить бесконечно. Но для меня детектив – это не жанр. Жанр – это область литературы, подчеркиваю, литературы. Мы сейчас не говорим про нелитературу. В которой очень интересно работать и в которой есть свои чудеса. Вот чудо, я считаю, роман-дознаватель. Вы говорите, ну мы как раз говорили об этом на вручении премии инспектор НОСП, что, в общем-то, детектив – это литература, не литература, да, потому что литература – это понятие такое общее, и есть высокая литература в разных подразделениях. Тем не менее, очень часто писатели, вот есть детективщики, да, а есть писатели, которые пишут детектив. Ваша история, потому что Ваша история, она такая вот, ближе к высокой литературе была, да, это. Моя история такая продольно-поперечная. Дело в том, что, знаете, вот есть великие комики, да, актеры. Никому же не приходит в голову сказать, что вот если амплуа – комик, то это не имеет отношения к искусству. Это не актер, не плохой актер, да. Или актер трагический, или, ну, ну, то это тоже что-то другое. Это все актеры. Есть плохие актеры, есть хорошие актеры, а есть общение актеры. Точно так же и в литературе. И я с Виталием абсолютно согласна. Все эти рассуждения, хоть это и детектив, но это глубокий роман. Да, но это большая литература тоже, да. Это детектив, но это но. Это, знаете, есть книги и книги, вот и все. Конечно, есть хорошие книги и плохие книги. Конечно, есть сюжет, есть история, вот, есть история. Это такая история. Да, Маргарет, но тем не менее, вы обратились к вот такому, к такой истории, да, вот к такой истории. Это все-таки было желание попробовать себя в этом, или это просто так сложилось, да? Это роман как роман, просто он имеет вот внутри себя некие признаки, скажем так. Нет, ну опять-таки, ну это вот такая история. Я совершенно уверен, что когда человек садится писать, если он заранее уже не сочиняет какой-то проект, так сказать, хотя ничего плохого в задуманных и осуществляемых проектах, продуманных от начала до конца нет, это прекрасно, и немногие это умеют. Если умеет, это прекрасно. Но чаще всего писатель садится писать, он просто пишет или не пишет. Но это вот такая история. Ну, я хочу спросить Даниэля Клугера, вот что он по этому поводу скажет. Есть какие-то такие вещи, которые отличают детектив, я не знаю, от прочей литературы, электристики? А вообще я обратил внимание по часам, специально за все время, 12 минут из сегодняшнего разговора, Маргарита и Виталик потратили на то, чтобы слушателям хотя бы чуть-чуть доказать, что детектив это не совсем плохо, это тоже литература. Уже одно это говорит, что для большинства детектив все-таки не литература, видимо. Поскольку каждый разговор о детективе начинается с того, что мы пытаемся доказать, детектив это литература все-таки, и писатель-детективщик это не пули просто писателя. А на самом деле, ну действительно, существует то, что я называю жанровым расизмом. Хотя Виталик сказал, что детектив не жанр, ну в общем-то я согласен, но определение такое. То есть, поэзия это хорошо, детектив это плохо. Но если мы вспомним количество поэтических сборников, которые выходили в советские времена, всяких молодежных комсомольских поэтов и прочее, а на другую штору, на другую чашу весов положен, например, роман Умберто Эко, или Канан Дойва, классика, да, или Рэля Брэдбери, это гениальную детективную физиологию, то тогда придется сказать, что поэзия это не литература, а детектив это литература. А можно, конечно, наоборот, можно на одну чашу весов положить гомера, а на другую вот те самые проходные бульварные бюджонки, которые выходили и выходят всегда во всем мире. С моей точки зрения детектив, это очень интересная, очень богатая до конца, далеко-далеко не исчерпанная форма современной эфической поэтики. Да, спасибо. Ну вот я хочу сказать, что была проблема в том числе и у жюри конкурса «Инспектор Нос», да, и выделили три таких вот важных, как казалось, экспертам категории, ну не знаю, как сказать правильно, это вот они оценивали по, значит, это или могла быть захватывающая интрига, да, убедительный герой и, собственно говоря, литературные достоинства. Вот определили такие три важные вещи, которые должны быть. Или вот одна из них должна быть в детективе. То есть это такая попытка как раз немножко обозначить жанр. Я как раз, я хотела бы показать фрагмент, вот, собственно говоря, как это все выглядело, напомнить как раз обсуждение, потому что это такая история, связанная с экспертами, с теми, кто отбирал, с теми, кто голосовал, там многоступенчатые. И я поговорила там с ребятами, это, в общем-то, однокашники Валентины, это лицы Воробьевы горы, кто что читал, они пришли посмотреть, узнать. И вот такой маленький опрос, и как раз мы погрузимся немножко в ту атмосферу, которая окружала как раз вот представление о детективах. Пожалуйста. Меня зовут Ефанова Арина. И, да, я читала детективы, классические детективы, которые читают все, Уилки Коллинз, Конан Дойл, из более поздних Агата Кристи, а из списка я знакома только с произведениями Бориса Акунина. Здесь представлена Азазель, но я читала всю серию и являюсь поклонницей его. Я тоже очень люблю Бориса Акунина. Мне очень нравится его стиль написания, а из его списка я читала только его, к сожалению. Я не люблю детективы. Но интересно посмотреть, что будут говорить. Может быть, меня это заинтересует. Я читал, ну, как и все, Конан Дуэли. Конечно, мне очень понравилось. Также я читал таких авторов, как Морис Леблан и Гастон Леру. И, собственно, их произведения мне очень понравились. Мы не видим, а мой молодой не любит, как я не любит. Да, ну вот такая важная вещь, как мне показалось, которую выяснили в процессе обсуждения, что лучший детектив по-советски. Это как раз то, что в детективе наиболее так полно отражаются реалии времени. То есть он впитывает в себя. И это такая, мне кажется, важная история, потому что там нет этой нарочитости, ну, если это, конечно, не специально для этого сделано. А действительно, это пишется, может быть, узнаваемо каким-то образом. И поэтому я хочу продолжить разговор в связи, наверное, с, я думаю, рабсудией Листа, потому что персонаж, я думаю, что, Виталий, вы расскажите, и ваш автор к нам приснится, потому что надо рассказать, как вообще пишут вдвоем. Это тоже интересно. Это магия. Я не могу это объяснить. Мы живем, мы дружим очень много лет, мы очень старые друзья, мы познакомились в те годы, когда присутствующих здесь молодых людей, конечно же, не было на свете. Когда мы приступили к этим романам, их намечалось больше, но написано было всего два, мы попробовали вот такой дистанционный метод сочинения произведений. Как это получается, я до сих пор сам не понимаю, потому что что-то пишут один, что-то пишут другое, как-то это соединяется, как-то это обсуждается, как-то это доводится, как-то это шлифуется. И все это происходит в обмене, в постоянном обмене текстами, в переброске текстов от одного к другому. Ну, а на самом деле это очень плоское объяснение, потому что что-то творится в голове каждого, и там свой бог варится, конечно же, свой компот. Вот, и они потом соединяются вместе, и получается, что, в общем, кажется обоим, что это вкусно получилось. Ну вот, я очень так пытаюсь что-то объяснить, на самом деле трудно объяснить, потому что писание в соавторстве вообще магическая вещь. Но ни Ильфа Петров не могли до конца объяснить, как они пишут, ни братья Стругацкие не объясняли, которых я очень хорошо знал, это были мои друзья и учителя. Ну, вот, они отшучивались чаще всего, а вот как они конкретно пишут, это происходило загадочным образом. Но дело не в загадке, на самом деле, а дело в том, что мы вот принялись писать вот именно эти детективные романы, где главный герой, можно раскрыть этот секрет, да, главный герой молодой Владимир Ульянов, он же потом Ленин, при том, что у каждого из нас был опыт писания детективов самостоятельно. Я писал фантастические детективы, и Даниэль писал фантастические, и нефантастические вещи. Кстати, он замечательный поэт, Барт сочиняет баллады, а баллады – это сюжетное поэтическое произведение, он их поет, и у него есть баллады детективного характера, то есть детективным сюжетом. То есть вот формы самые разные, разнообразнейшие формы детектива существуют, и формы творчества разные существуют. Нам хотелось написать, ну, то, что изначально была идея исторического детектива, это совершенно точно, нам хотелось писать детектив исторический, в котором были бы реалии времени, вкус времени, аромат времени, быть времени и выбрали коня 19 века и для того чтобы детектив был узнаваемым для того чтобы герой был узнаваем требовалось подобрать фигуру нам хотелось всем понятно но покровили все ее знаю так или иначе относится по-разному это очень рискованно именно потому что все эту фигуру узнают да то есть есть уже некий стереотип и представление о том кто это может быть вот у ребят еще нет но эти всю мировой не пошел меру риска может быть мы даже не осознавали когда начинали это всю меру нам было весело но было интересно но было интересно воссоздавать эпоху его создавать время а мне и даниэлю тоже было очень важно это может быть одна из важнейших задач работать с языком потому что эти романы написаны буквально языком конца 19 века это не стилизация мне не нравится слова стилизации применительно к этим произведениям это воссоздание литературного стиля вот то и того времени там нет лишних слов там нет слов родившихся позднее там не тогда хронизмов там вся лексика того времени абсолютно и даже словечки которые мало знакомы нашим нынешним читателям они естественно для того времени потому что это были общепотребительные русские слова это русский язык вот нам было очень интересно в этой области работать и я считаю что это важно работать с языком и в этом смысле конечно же пусть меня менят не скорбности это литература потому что это литературное произведение написаны литературным языком это удивительные вещи вот ребята читали этот роман и более того они тоже очень внимательно все проанализировали и кто маша глеб скажите ваше наблюдение потому что вы же потом посмотрели биографию ленина я знаю биографию ленина посмотрел скорее глеб я скорее анализировала у нас было разделение так сказать но я кстати сразу заметила что это книга была да вот не стилизации ну простите меня за слово стилизация но интересно какие вы использовали так сказать источники то есть ведь для того чтобы написать о такой известной фигуре в конце концов это наверно надо было огромный массив переработать или вы основывались там только на своих знаниях или там не знаю то есть вы часами просиживали с книгами или у вас были знакомые которые давали какую-то консультацию по вопросу специально всего ленина я не читал для этой цели и биографии возим улича ленина я тоже не читал хотя я имею представление в биографии и даниэль тоже не увлекался этим мы знали многое конечно же о том что происходило для нас были важны какие-то опорные места да вот он был казани он в какушкино вот там когда был он отправлен после того как его очистили из университета казанского но и в общем его окружение семейное это важно конечно же а все остальное это уже сюжет который рождается вот на основании этих каких-то до немногих данных но главное что мы читали это же для меня всегда чтение и постоянное это русской литературы 19 века вот ее я перечитал перечитал и работая над романами гораздо больше чем трудов посвященных ленину там марксизму чему там еще нет вот важно было погрузиться в литературную эпоху литературной атмосферы вот это было сделано при этом ленин да потому что герои узнаваем нам казалось что это будет но говоря нынешним вашим ну и моим тоже языком прикольно будет да когда вот такой такой персонаж да казалось бы никто мы еще не с того ни сего вдруг молодой ленин а он еще молодую они еще ничего плохого не сделал он просто бы да про участвовал в этом каких-то делах его числе из университета направился даст в обмене и сидит там и ему делать нечего тут преступлением можно попытаться разгадать можно вот он пытается но он такой талантливые умные влиятельные даже харизматичный кто спорит что он не был салон он был наблюдателен это безусловно да и у него были уже определенные знания конечно который он почерпнул в юридическом факультете гибель гимназии вам очень хороший гимназии кстати знаете самое интересное то что отказать читаешь комментарии то есть как бы пересем их скачать кому-то смотришь комментарии там очень много комментариев было о том что это настоящие записки вот этого человека который во всем этом участвовал то есть вы настолько подробно все описывали что за общение что это вот вот все настолько на самом деле было и некоторые люди просто были уверены что все вот это что у вас был на настоящем в реальности там очень реально а там все реально вы знаете меня больше всего порадовала после того книга была опубликована но не больше всего но очень порадовала сообщение одного человека из казани который работает там экскурсоводом гидом да он водит туристов по разным местам не по ленинским вообще по казани и по окрестностям казани и он сказал что насколько точно все обосознано что он книгу это держит как руководство для экскурсий вот нынешних не по ленинским местам повторяю просто потому что это вот казани окрестностей описаны абсолютно точно вот да в этом смысле там нет никакой неправды там все этом все реально но я имею ввиду я думаю что глеб имела ввиду что вот этот прием от первого лица рассказчика да очень традиционные для литературы действительно девятнадцатого века он как раз дает такой эффект что присутствие и достоверности ну наверное да потому что на самом деле здесь тоже нет особой какой-то выдумки потому что зафиксировано исторически что был так управляющий имением фамилии леген был такой чем ему не вести записки в чем не вести денег почему бы ему не сопровождать своего молодого подопечным каким-то образом в его там делах так что тут тоже нет выдумки особой выдумка в сюжете выдумка в наполнении его дополнительными сюжетными деталями да конечно тут работа была безусловно а в том что какие-то факты используем там все факты реально там то я хотела пищу одни или услышать вот рассказ про то как это все создавалось в отношении к персонажу потому что все-таки это персонаж во-первых мне было всегда очень меня всегда раздражал это я хочу поправить металлика вернее не поправить это дополнить я так как раз занимался историей революционных партий но это было у меня это не было моей профессии но это было достаточно большим увлечением поэтому только называется условно как революционное движение конца 19 века мне более или менее было знакомо в том числе спасибо одному моему старому другу к сожалению покойному александру зарубиму несоветов благодаря которому я читал немало документов скажем противоречащих общему общему представлению о том что это такое что за люди этим занимались вот еще в странные времена меня несколько раздражало утверждение что ленин был плохим юристом и что он в молодости когда занимался судебной практикой а он ею занимался чуть ли не все все что мог проиграл и вообще он из него ничего не получил на самом деле он провел 19 процессов качестве адвоката из которых 18 выиграл а в одном добился снижения наказания когда хороший вот кроме того мне всегда казалось что он был гораздо сложнее чем чем привычно было в советские времена и очень интересовало конечно то что там было множество удивительных совпадений например день когда владимира ульянова студента привезли в полицейский участок в этот же самый день в то же самое здание в медицинскую часть полиции привезли еще одного молодого человека в тот же самый молодой человек они оказались как бы за стеночкой другом друга в котором впоследствии они подружились потому что этого молодого человека звали Алексей Пешков он в этот день попытался застрелить вот его раненого привезли туда спустя много лет они познакомились и стали другими вот эти нюансы очень интересовали конечно ну то что касается языка безусловно еще меня заинтересовало то что роман чернышев что делать сущность не начинается как совершенно нормальный стопроцентный детектив если вспомнить это это все повлияло и это все помогло строить эту просьбу ну причина как говорилось необычность образа и интересно было с этим поиграть и интересно было воссоздать всю атмосферу и придерживаться строго фактов за исключением так далее уже говорю за исключением собственной сюжетной жизни а все остальное там правда все остальные все остальные все остальные факты это исторические факты это то как было даже если это кажется не не характерным для тех нас интересовал исторический детектив конечно же и нас интересовал исторический детектив которым используется в качестве героев реальные фигуры это очень популярная область детективного детективной области я не буду слово жанр все-таки употреблять дело в том что я знаю огромное количество произведений где в качестве главных героев сыщиков дознавателей добровольных сыщиков неопытных любителей выступает известные исторические фигуры я знаю детективы с участием марк твена я имею ввиду американских английских авторов оскара уальда допустим диккенса уилки коллинза это все есть это много есть аврам линкольн который и детективный дознаватель каком-то романе и есть он борец с вампирами да неизвестная история да вот аврам линкольн там борец с вампирами то есть это стало уже каким-то ну достаточно даже обычным приемом за последние ну и лет 20-25 может быть детективной литературе когда вот используется реальные исторические фигуры мы подумали почему бы и мы не используем не используем тоже возьмем ленин и вы дали ему шанс прожить да так как прожить хорошую жизнь но как там дальше сложится да неизвестно мог бы куда-то так очень свернуть в другую сторону но я про чернышевского там много на самом деле в романе отсылок каким-то таким культурным значкам да вот такая яркая достаточно история это то что с чернышевским с романом она там есть да я думаю что ребятам есть что сказать это в программе нет в школьной не проходите чернышевский проходит что делать да поменялся ваше отношение или вы еще не все-таки вас десятый класс читали о что дело точнее проходил ну как булгаков то есть это читать не обязательно просто учитель должен тебе рассказать главное содержание главную мысль но в общем в конце концов мы все его читали так уж вышло и нам его давали в основном связки исторической то есть какие были общественные взгляды в конце девятнадцатого века то есть чернышевский как позиция разумного эгоизма и достоевский который отвечает на вопрос что делать любить чернышевский отвечает что делать делать революцию нам давали в этой связке конкретно на чернышевского вот но вот в романе 20 апсодия листа там он не знаю можно ли так сказать представлен в связке с толстым и я но это надо спросить у авторов тут подразумевалось какое-то противопоставление как то что герой сначала любивший толстого который имел немного иные взгляды чем чернышевский и что вот после общения с молодым ульяновым он не знаю меняет тоже свои взгляды свою жизненную позицию это не подразумевалось никак знаете вы идете по басному пути и литература ведов это они любят выискивать что-то докапываться искать смыслы вторые третьи пятые давайте вы выводить с точки зрения читателей хороших до доброжелательных читателей а вы будем вроде в роли автор это нормальное совершенно распределение ролей потому что ничего такого мы не закладывали важно было вот что если говорить откровенно вот есть герои которые от лица который рассказывается эта история рассказывается очень грамотным языком рассказывается очень литературным языком а он не литератор нужно было показать что он человек все-таки дочитанный и с хорошим образованием и может и то есть и для него это естественно это небо бы над был бы натяжкой есть полный был конечно какой-то да совершенно цахи извините меня за это выражение вот и вдруг так вот и десняется нет он начитана читает толстого он читал чернышевского он читал князь адовского котором там есть упоминание много чего читал у него есть хороший литературный фон и вот его собственного читательский да и в этом смысле он не получается и писать самому вот вот была какая задача а сталкивает толстого достоевского чернышевского да нет да нет на меня чернышевский что делать это неудавшийся детектив начал начал как детектив до с трупа а потом все как-то да пошло пошло иначе также как братья карамазовы для меня это детективная история безусловно детективный детективный роман братья карамазовы с преступлением нет нет наказания это тоже детективный роман только это перевернутый детектив когда изначально есть уже известные убийцы и преступление наоборот замечательно я хочу вернуться все-таки к чернышевского и мог бы глеб скажет я хочу при поменялось ли ваши отношения вы вспомнили что вы его читали а тут он вам представлен ну я имею ввиду роман чернышевского как такое иное знаковое до произведения то есть это не то программа который в школе проходит а вот что-то важное в том контексте в котором развивались события вот вы как-то так попытались вспомнить что же там такого было но ведь история в том что а как стоит вернуться к тому как сам что роман что делать подать в руки к лицу которую повествует от лица которого идет повествование потому что ведь этот роман попадает от раз таки молодого ленина и а известно что это была любимая книга ленин то есть клей ей восхищался он и тут имеет смысл сказать что считатель был чек был консервативным а тут что-то новое появилось я про ваши отношения спрашиваю да как вы вы вспомнили что там такого да в романе вот про чернышевского да или вы его в хрестоматии читать сокращенном виде нет нет я вычитал полностью вас не удивил вот эта отсылка к роману ну ведь роман что делать это ваши мысли не то что вы могли бы написать там сочинение в школьном или ответить то есть ваш это искренне наверно не удивил но потому что как бы что делать это может сказать ответ какой-то ответа торги тургенева на его роман нации дети что поколение испорчено ну и тут вот мы прям видим ленина который такой да но я хочу напомнить все таки я хочу напомнить что мы говорим сегодня про летние чтения не школьную литературу это программа классный час свободы веду ее я тамара лилинкова и мы продолжаем разговор но на может быть про более такие в легкие вещи что всегда ли в детективе должен присутствовать какой-то такой любовный сюжет вот спрошу я у виталии мы перейдем к маргарите с этим тоже может быть может не быть я к этому отношусь спокойно есть знатоки и культиваторы и даже детектива которые считают что нет исключено это не должно быть любовной лилии есть правила детектива многие авторы писали правила да и вот и известные несколько наборов таких правил 20 правил написания детектива там 78 правил все детектива и вот там гуру теоретики детектива они говорили что нет никакой любовной линии это отвлекает должен быть вот вот убийство расследование торжество справедливости для меня нет этих запретов может быть любовной линии может не быть может быть юмор даже должен быть юмор потому что без юмора литература вообще говоря скучно не хватило юмору юмора черношевскому вот получилось что делать было побольше юмора было бы интереснее читать извините меня все это просто лабораторный роман очень люблю черношевского за школьной программы мы закончили пожалуйста так что лирика то есть любовная линия может быть можно может быть вполне и вот например да конечно же дознаватель конечно там 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 очень интересная до дознавая на и не одна и очень трагические любовные линии там есть это главное да но дознавайте вообще он такой очень насыщенный действительно трагически и по контексту и по времени да надо рассказать несколько слов говорит это конечно не очень хорошо но к сожалению нас радио это нормально видео поэтому надо рассказывать не читать будут летом извините это очень просто на самом деле вот очень просто виталий сказал очень 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 правильно очень точно что написаны правила но но соблюдать их совершенно не обязательно уже это совершенно абсурдно уже все дело в том и удача любой книги происходит тогда она выписывается тогда когда она ломает какие-то стереотипы также как и жизнь всякого человека и детектив также как всякая захватывающая история как всякая интересная история это всегда разрушение каких-то стереотипов иначе никакой загадки жизни нет абсолютно это всегда какой-то выбор и ты ну это обязательно это собственно это история выбора человека история выбора ну об этом и и дознавательно прежде всего это книга любви эта книга о страшном времени и эта книга который такой же как люди абсолютно равноправный персонаж действующее лицо это язык точно даже как вашим романе это крайне важно я так радула с кими нотками ой как мне нравится у вас эти платоновские нотки не нравится дре платонов очень нравится а мне нравится дело в том что я все вы знаете вот тут очень хорошо коми конечно же плотонов конечно злощенко естественно дело в том что я думаю что люди которые пишут Чтобы они не писали стихи. Стихи меньше. Они почему-то считают, что нужно изъясняться каким-то особым языком. Как будто они не ездят троллейбусом, не ходят на базарчики, рыночки, не ездят в прекрасную провинцию с изумительным языком. Изумительным. Да, Платонов, Зощенко, но это язык. Это нормальный человеческий язык, стремящийся раскрасить ужас бытия, каким-то образом оправдать себя в том, что я среди этого бедлама как-то живу, люблю. Но посмотрите, это же как-то можно. Назвать смерть не смертью, а уходом. Назвать ненавистью, а несогласием. Ну что-то такое. Человек маскирует свою жизнь словами. Из слов он строит иногда дикую логику, которая призвана поддержать его в этом ужасе, который называется жизнью. И интереснее всего то, как человек сам строит эту логику, которая становится неколебимой и в которой он уже заключен, как в тюрьме. Либо наоборот, он чувствует себя там привольно, прекрасно. И так была создана совершенно особая логика советской жизни. Там ничего хаотичного не было. Все в строго логических рамках. Ну просто посыл был настолько чудовищен, и выпущенные звенья настолько важны, а выводы настолько прекрасны и незыблемы, что этот абсурд был строго регламентирован и понятен. Точно такой же была речь. Я не буду сейчас стыжить, перескаться, это никому не интересно, кто захочет, прочтет. Но в любом, в любой прозе интереснее всего, почему человек это делает, как он это делает, зачем, для чего. И то, что решение, которое он принимает, меняет его жизнь. А выборы, которые происходят каждую секунду, люди выбирают каждую секунду. Женщина выбирает, какое платье создать, сшить, купить, напялить на себя. Она делает выборы. И так далее, и так далее. Ну, мы все выбираем каждую секунду. А самая история о том, что человек выбирает каждую секунду, в каком бы времени он ни жил, среди какого бы ужаса он ни был заключен. И о собственной в конечном итоге ответственности за логику, которой он подчиняется, которой он пестует, которую он любит, обожает, и портит себе жизнь тем самым. Но иначе поступить не может, потому что он и есть плоть и кровь этой логики. Он и есть плоть и кровь этого времени. Ну, я хочу сказать, что это такое хорошее погружение, вот как раз в тот период, это послевоенный период, да, это совершенно конкретные географические места, которые Маргарита хорошо знает. Это мои родные места, это Украина, это город Черников, Остер, это родина моих родителей покойных. Да, и я хочу заметить, что когда шло обсуждение романа, эксперты про персонажа этого самого дознавателя, вот насколько удалось показать Маргарите, погрузить в логику человека, который принимает решение, они воспринимали его по-разному. То есть кто-то сказал, что это неприятный персонаж, а кто-то сказал, что он вызывает симпатию. То есть насколько это было вычитано ими, то есть действительно это сложная такая история, очень непростая, это мне кажется тоже важно. Я хочу Валентину спросить, она читала, да, как вам? Это все-таки непростой роман, он просто по своему содержанию, да, там время такое трудное еще, сложное. Насчет главного персонажа или вообще романа? Да, ваши впечатления, как вам читалось? Только не раскрывайте тайну детектива. Хорошо, я постараюсь. Вот его должны читать, наши слушатели должны читать его, чтобы потом понять, да, потому что так легко это раскрыть, не надо. Ну, в романе действительно я согласна с тем, что потрясающий язык, и, ну, дело в том, что я тоже знакома с этими местами, и тоже там часто бываю, в Украине. Мне это очень нравилось, и мне было приятно читать, даже не только из, не только из-за сюжета, но и из-за языка тоже, потому что это действительно наслаждение. Язык, 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 язык это вообще главное. Да. Человек сам не замечает, насколько это важно. Ну, а насчет главного персонажа? Ну, ваши впечатления, да. Если честно, он показался мне неприятным. Я в начале, в начале я восприняла его слишком просто. Мне показалось то, что это обычный советский гражданин, коммунист. Да, следователь без пяти минут. Да, и, ну, не знаю, будет ли вам это приятно слышно, но с каждой страницы, и он становился мне все более противен, потому что, мне кажется, то, что его характер, его речь, его слова, его язык, это не его, это речь и слова советского государства. Ну, это мое мнение, это... Абсолютно. Может, я... Абсолютно. То есть тампованные мышления, и как результат, вот, именно... Можно еще сказать, да. Мне еще очень не понравилось то, что он всем вносит приговор. Каждую секунду он говорит, я решил его судьбу, я поставил его на место, это было ужасно, ну, для меня. Но тем самым он всякую секунду оправдывал себя и спасал себя. От того, что он себя загонял, тоже каждую секунду. Вот автор начинает проговариваться, я бы очень не хотел, чтобы тут были проговорки, потому что мне действительно хочется, чтобы этот роман читали. И вот открывали для себя его, потому что там и открытие языка, и открытие времени, конечно же, и потрясающий финал, конечно же, и ужас того, что ближе к финалу, это... Это очень большое погружение. Я бы советовала, рекомендовала бы его, извините, сейчас нехорошо рекомендовать, но тем не менее, да, вот в школе там для общества знаний, вот как погружение во время, да, чтобы понять, как это было. Это вот кусок истории, который, ну, просто так просчитать... А я в то время как раз там и был, в 1953 году, в Черниговской области. Да что вы, а где именно? Я помню это время. Где в области, в какой... где вы были? В Тавалаевске район. Ой, ну-ка они, Тавалаевка, там сказочные места любые. Смотреть, какие замечательные встречи, может быть, мы Даниэля спросим. В 1953 я помню. Впрочем, да, какие странные. Ага, Даниэль, может быть, тоже там был, нет? Мы можем узнать. Там нет, хотя Украина, мне, слава богу, это не чужая земля. И я секрет небольшой, когда там Гитарик говорил о балладах, я их пишу. Я, вообще-то, баллады пишу иногда билингвы. То есть некоторые баллады у меня изначально написаны по-украински, если говорить о Украине вообще. Ну, нет, но не те места. Я хорошо знаю более западную Украину, а в это время жил в Чернодаре. Хотя сам я вообще искренне. А насчет книги, ну, можно, я тоже, что-то два слова, я ее тоже читал. Я тоже считаю, что это одно из... Ну, для меня это было точно одно из открытий современных. В том числе, вот это вот тот детектив, который мне бы хотелось вообще ленить под названием детектив. Это очень хорошая литература. А благодаря детективным образам, я не буду даже говорить с сюжетом и прочим, это позволяет более обобщенно оценивать время. Потому что детектив хорош всегда тем, что он дает какую-то большую степень обобщения, чем дает то, что называется реалитическая литература. Если вы вспомните, Умберто Эка по поводу своего знаменитого «Имя Роза» писал, что для того, чтобы показать все так, как он хотелось, он избрал самую метафизическую форму литературы, то есть детективный роман. Это действительно метафизическая форма. И вот в данном случае, вот роман Маргариты, он как раз как нельзя лучше иллюстрирует вот это. Вот это очень важно мне бы хотелось сказать, вот как раз о языке. Вот язык вашего романа, язык 19-го, начала 20-го века, а ведь пройдет всего лишь каких-нибудь там до 18-го, до 20-го, до 30-го года, до 50-го. Времени-то всего ничего. Даже одно поколение не уйдет. То есть это те же самые люди, которые изъяснялись вот тем языком, которые были воспитаны той литературой. Понимаете? Как человек шагает в бездну, он шагает в бездну другого языка, потому что язык обязательно меняется, меняется образ мышления, он становится самоубийственным. Вот это очень интересно наблюдать. Вы сейчас подводите меня к опасной грани, потому что я могу сейчас завестись на тему бездны современного языка. Да, да, бездну. Да, завестись. Ну, если на материале детективном, то тогда, да, пожалуйста. Отражение, конечно. Это отражение абсолютно. Отражение состояния психики, я бы даже сказала, понимаете, общества. Ну, в значительной степени это уходит, да, и в детектив в том числе, потому что действительно это должно быть, ну, понятно тем, кто читает. Все-таки это рассчитано на сегодняшнего читателя, да, это не на вечность. Ну, я прошу прощения у коллег-писателей. Вы знаете, детектив еще интересен тем, что это, конечно же, помимо того, что это образ определенного поведения, да, есть преступления, надо раскрыть, нужна логика, нужно расследование и так далее, детективная литература, хорошая детективная литература, это образ времени и образ страны, и образ эпохи. Вот, я помню мои разговоры, я много лет занимался книгоизданием, много лет. Четверть века я занимался книгоизданием. Я помню, что в 90-е годы я разговаривал с коллегами-издателями из Европы, немецкие издатели, английские издатели, французские издатели, и они говорили следующее. И мне хотелось понять, почему так мало книг из России переводятся, то есть покупают права и издают за рубежом. Тогда было очень мало единицы. Причем единицы, которые там были действительно всемирно уже известны, там, пяти пальцев хватило бы, и то в основном эмигрантские, эмигранты. И они говорили, а вот, я говорю, у нас же есть интересные детективные произведения, у нас есть литература, которая показывает, нет, говорит, не показывает, у вас плохо показывают. У вас такое наследие сильное, да, вот этой, вот этой самой советской эпохи, что вот идеологический какой-то, какой-то налетность когда есть. Вот мы узнавали Америку по романам Чандлера, например, Реймода Чандлера, вот там, и мы любили его издавать, и это издавали и давно, по Дэшлу Хэммету. Вот там, там все, там люди, там страна, там образ мыслей, там, да, там эпоха, время и так далее. Вот у вас такого нет. Поэтому интереса к вашей литературе нет. Потом он появился. Потом, когда появился Фондорин, когда появился, да, сериал Акунина, вот его стали приводить и издавать. Ну и дальше, да, это уже конец 90-х, начало нулевых годов этого века. А вот тогда, в первой половине 90-х, вот я услышал такое мнение, что по детективу узнают образ страны, и когда он фальшив в детективе, то он не воспринимается, он не будет востребован. Ну, я имею в виду, в мировой литературе. Вот такой взглядный детектив тоже. Это некое зеркало, это некое зеркало, некое отражение. Причем, если оно правдивое отражение, то он воспринимается нормально. Если там фальшь или идеологическая какая-то очень сильная мотивировка, то тогда... Ну, значит, вот этот вот российский тренд нынешний постсоветского детектива, он как раз отражает именно это, да, потому что очень много как раз детективов, которые так впитали вот ту историческую правду, о которой они рассказывали. Да, да. Потому что вообще в российской литературе много и таких историзмов сейчас, этой биографии, и какие-то вещи, связанные с событиями историческими. И в детективе это продолжается, или это естественный процесс развития не жанра? Когда это соединяется с хорошей литературой, вот тогда это все происходит. Ну, мне кажется, что Маргаритин роман не обязательно называть детективом, правда? Вообще не обязательно читать и называть. Важно, что он есть, важно, что я его написала. И избавилась от этого ужаса у себя в мозгу. Хотя нет, конечно, не избавилась. Вы знаете, вот очень важно, опять-таки, вы сказали, как книгоиздатель, что, вот помните, советские детективы, их было очень мало. Иногда они бывали очень интересными, ну, понятно. Но база для написания этих детективов, то есть поле, на котором могло происходить действие. Цеховики, которые там трикотажные кофточки делали, да, значит, враги народа, это раньше. Там, мошенники, которые ставили кассы в ЦУМе или ГУМе и продавали, значит, ну, фальшивые чеки выбивали. То есть, вот, о наследстве речи не могло быть, потому что никакого наследства у советского человека оставлять им было нечего. Психологический детектив, а какая психология могла быть у советского человека, когда все же расписано? Какая психология? Нет, ну, были там и ценности, были и произведения искусства в качестве объекта преступления. Нет, безусловно, конечно. Но тут важнее вот, что, Маргарита, в советском детективе, а там были очень интересные и замечательные образцы, тем не менее, категорически не могло быть сыщика-любителя. Категорически нет. Шерлок Холмс в советской литературе был невозможен. То, что ты еще невозможен. Милиция, следственные органы, вот, это герои советского детектива. Советский детектив весь милицейский, практически. Вот, Даниэль очень хорошо знает историю детектива. Он исследователь детектива и замечательный, совершенно. Я очень люблю его работы в этой области, и книга его, и даже не одна книга на эту тему. Вот, вот он может поправить меня, а может, наоборот, поддержит, я не знаю. Вот тут я хочу поправить, потому что в советском детективе был классический детектив, были сыщики-любители. И прелесть этих книг, их очень немного, заключается в том, что автору пришлось изрядно напрять фантазию, чтобы придумать непротиворечивую ситуацию, в которой это было возможно. Я назову несколько произведений из этого жанра. Вот, пожалуйста, Короткевич, Короткевича «Дикая охота короля Стаха», которая написана по классической схеме. Замечательного Павла Шестакова «Отпуск до Гизани», которая написана по этой же схеме. Один из романов Байнеров, который называется «Завещание Колумба», где их постоянный герой действует, будучи профессиональным сыщиком, но оказывается в среде, где он не может официально действовать, поэтому он действует как сыщик-любитель. И должен вам сказать, что эти романы очень интересны не только ситуационно, но и тем, как в результате вдруг начинает раскрываться советская действительность вот в этой очень необычной схеме, в этой очень необычной композиции. А в принципе, да, конечно, основная масса советской приключенческой литературы детективной, она, кстати, появилась только в детективном году. Первый роман детективной советки – это был «Дело пёска» Аркадия Адамова. А в основном это, конечно же, милицейские детективы, милицейские и никаких других. Но вот было несколько, по-моему, если я не ошибаюсь, когда пытался посчитать, их было, по-моему, 12 книг советских классических детективов. То есть детективов, которые были написаны на советских реалиях, и при этом по структуре это был классический детектив с любителем в центре. Всё-таки, Даниль, есть какие-то такие важные вещи, которые определяют роман как детектив? Ну, смотрите, их можно определить, сколько удовольствие этих определений. Но, в принципе, это произведение, сюжетная канва, которого рассказывает о раскрытии преступления, о разгадке. А вот всё остальное зависит уже от того, кто автор перед собой задачу ставил, и вообще, что этот автор себя представляет и чего он стоил. Поэтому детективами можно... Есть гениальные романы, которые можно определить как детективы. Ну, например, «Смерть. Одинокое дело» – великий роман. Это детективный роман. А всё остальное – это условности. Можно сказать ещё одну вещь. Есть некоторые черты, которые детективный роман в большей степени, рассказ в большей степени, чем, скажем, другую какую-то пробу сближает с поэзией. Я уже говорил о поэтической истории. Например, мне так показалось, что в детективном произведении существуют ритмы, как в поэзии. Эти ритмы – это то, что называется уликами, потому что они как бы заритмовывают произведение и выводят на финал. И самое главное, в этом романе всегда подразумевается разоблачение преступления, то есть разоблачение зла. Даже если это зло в рамках романа не наказывается, но для читателя оно становится понятным. Читатель – его фильм. Для читателя это разоблачение. Спасибо. Виталий, у вас буквально минуты есть, чтобы добавить с автором. Во-первых, я знал, что меня Даниэль поправит. Я провокационно заявил. Я знал, что он знает произведение. Я 12 не насчитаю, 5 не насчитаю. Но вот то, что сказал Даниэль, это наше абсолютно общее мнение. Оно рождено у каждого в своей голове – разоблачение зла. Вот. Мне кажется, что такой правильный итог нашего сегодняшнего разговора. Помимо тех произведений, авторы которых сегодня присутствовали, это Виталий Бабенко, Даниэль Клугер и Маргарита Хемлин, были названы еще ряд романов, которые, наверное, следовало бы почитать на каникулах. В программе также принимали участие школьники. Это Валентина Солодникова, Мария Козырева и Глеб Рашков. Вела программу Тамара Лилинкова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова